26 глава. Перечень из градусов. Наоборот там приложение номер 4. 26 глава. Напоминаю, перед началом движения водитель должен что сделать? Проверить техническое состояние. При наличии неисправностей, которые запрещают участие в дорожном движении. Рабочая тормозная система. Вашем автомобиле три тормоза. Первая и вы задействованы. Тогда нажимаете на педаль тормоза. Вторая стояночный тормоза. И вы третий тормоз. Вы пока вы тормоз. Так вот. Доводить до состояния прохода. Нажимаете на педаль тормоза. Тормозов нет. Не стоит, ребята. Это ужасно. В тем не менее. Если все-таки такая неправность образовалась, нужно прекратить движение. Если не удалось ее ремонтировать, значит нужно прекратить дорожное движение. Как я уже говорил. Вашем автомобиле четыре жидкости. Нет, есть еще и пятая. Это водичка, которая брызгает на стекла. Но мы не берем внимание. Это другое. Первое. Это бензин. То есть ваша топливная система. Топливо. Топливо. Бензин, керосин. Движенное топливо. Газ. Потом есть масло, которое вы будете заливать. Определенное количество проехтов километров. Двигатель. Четыре, пять метров. В зависимости от объемных двигателей. Потом есть у вас охлаждающая жизнь. Антифриз. Косовый. Двигатель очень нагревается, его нужно охлаждать. И с косового, вот вот сегодня он шпалмаз. Если он пресетела машина. Если он пресетел, он еще будет занимать много шея. Что вы не знаете, что делать. По каким-то причинам пресетела жизнь. Ну и четвертая жидкость это тормозная жидкость Такая жидкость которая помогает вам И руль крутить легко То есть которая используется в гидроусибителе Примерно для нас Но основа Poor problирывает чтобы разбирать инструкцию правильно систем что должен сделать родитель если он заметил подтекали тормозной жидкость тормозной жидкость тормоза значит нужно прекратить дальнейшее движение нет жидкости вот опять же тормозной бачке гидроусилителя гидроусилитель не работает значит нет у вас тормозов и рулят просто не работает насос гидроусилитель 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 значит нет ромазок и нет руля вторая неисправность неисправно рулевое управление руль неисправный нужно прекратить дальнейшее движение но вопрос может стать по мелочи у водителя он обнаружено неисправность рулевого демчера мотоцикла. Все, что связано с рулевым управлением, с рабочей термозной системой, можно прекратить дальнейшее движение, связанное с неисправным. Рулевой демчер мотоцикл, я говорил, это железяка, которая позволяет мотоциклу устойчивым на повороте. Она сломалась, скажем так. Значит, у вас неисправно рулевое управление нужно прекратить дальнейшее движение. Рывки, заедания рулей. Да потому что это недопустимо вообще. Деформировалась рулевая тяга. Вы не знаете, что такое тяга. Ну, слово-то деформировало, значит, изменило свою внешнюю вид. Да ну, конечно, это недопустимо абсолютно. Нужно прекратить дальнейшее движение. Ты была на прошлом занятии? Нет. И дальше. Я сейчас рассматриваю вот на этом листочке главу номер 26. Ну, покажи здесь это. На третий пункт. Три. Не работает сверхочиститель. Это дворник, так называют народ. Но во время выпадения осадки. Это же и больше говорить не надо. Где дождь, снег, а у вас не работает дворник. Оно на таком движении может быть. А дворников, кстати, может быть до трех. Два впереди, один задний. Они должны работать. Если они есть, они должны работать. Потому что если они не работают во время дождя, то они вернутся и движутся. Дальше. Четыре. Не горят либо отсутствуют пары ближнего и дальнего света. И габариты. При движении в темное время суток на абсолютной темноте, на неосвещенных участках дорог, либо при ее недостаточной видении. Ну, блин, кто вас увидит раз и что увидите два? Вы. Это два. Понятненько? Только габарит на одной паре может светаться с вами. Посудили тогда. И последнее. Несправно сцепное устройство в составе автополе. Вы буксируете прицеп. Есть сцепное устройство. Железя. Вот. Сцепное устройство. С помощью которого вы. Прицепы сняли. Вдруг вы почувствовали, поняли и догадались. Только сцепное устройство сломалось. Конечно, буксирует прицеп уже. Невозможно. Вещать. Прицеп может оторваться. Видит на встречную полку. На бордюр. На тротуарную площадь. Вот пять неисправностей. Наличие которых запрещает участие в дорожном движении. Извинили отремонтируют. До свидетельства. Стойте. Ждите эвакуатор. Ну или когда они отремонтируют. Потом идет. Мы же забрали с вами перечень неисправностей. Которые тоже запрещают участие в движении. Но при этих неисправностях есть бонус маленький. Маленький бонус. Вы можете ехать при неисправности. На ремонт. Ну либо на стоянии какой-то. Домой. При этом, конечно же, двигаться нужно в крайней правой полосе. Не спеша. Ничего наговорительного. Ну вот эти неисправностей 22. Не работает спидометр. Просто это нужно запомнить. Не работает спидометр. Ну и понимать, что это такое. Спидометр. Прибор, который показывает скорость. Нельзя участвовать. Можно это на ремонт. Главное. Не работает стояночный. Ручник. Ну и напоминаю, что ручник может быть расположен не только между сиденьями и между сиденьями. Так что он не паникует, а когда не умеет ручки между сиденьями. Есть такие машинки редкость, но есть. А почему? Современные тут даже есть просто кнопки. На кнопочку нажимаешь, на панели загорается красный красный просто строительный ручник. Есть педаль даже четвертая. Есть под панель и ручник. Так вот, у вас сломался ручник. То есть не фиксируется автомобиль, когда вы уходите в магазин. Как хотел с этой панель. Конечно, это страшно. Но эта неисправность позволяет, что за ручника можно это на ремонт. Включи фаворийку, по крайней правде. Ну и все, что связано. Теяна-чемтором состоит же ведь из педали. Здесь могут быть тоже. Деформация, погнули, трещины могут быть и так далее. Вот все, что значит, все, не работает. Ну или вот, вы поднимаете эту ручку вверх, она падает. Поднимаете, она падает. Значит, все, в общем-то нет. Значит, в лучшем случае на ремонт можно будет. Все. Три. Трещины на лобовом ветровом стекле. いうこと должен быть в зоне очистителя со стороны водителя. Есть дворник водителя, да. Дворник очищает определенную зону. Чтобы в зоне очистителя водителя дод어�악ом и должна иметь перещина со стороны. Как только они есть, все. крайне право говорится если что-то непонятно я это быстро говорили показывали салат и даже не было и неисправная система выпуска отработанных графов и при этом есть система сломана глушитель значит ваша машина очень громко работать но глушитель может или оторваться либо вы можете сами оторвать его продали вот этим грохотом вы можете это только на ремонт аварийка повышенное содержание вредных веществ отработанных газов но если дымит машина то уже понятно визуально даже видно что дымит значит все может даже не дымит это есть не работает указатели поворот с помощью руки вытянутые либосомники под углом на собрала медленный ремонт все на аварийке никогда не права не скачать 7 не работает установленный режим или забеденны внешние световые приборы и световозвращатели у вас есть внешние световые приборы во первых они должны быть чистыми это первое второе они должны работать в определенном режиме ну какой режим включил выключил всяких миганий бегущих огней лишних огней лишних лампочек и т.д. и т.д. ну световозвращатель это стекляшки или пластмассы которые дрожают свет не приравнится к фонарям и парам ну и вот тут скобочках написано вообще трещина на световых приборах не допускается кроме задних фонарей трещина задних фонаря допускается свет и выкоррутся почему допускают не понимают вот трещина вот вы можете не в таких осмотрах какая-нибудь трещина на бампире он запускает все отлично но москвичный бампир ну это что ли это на безопасности сам не подаю даже этого нет он говорит есть достал мне какой-то типов бумаг там трещина на бампире не допускается я говорю я обалдел и как-то раньше проходил уже пять раз сейчас пошел а уже на фонарях почему трещина допускается я не понимаю ну допускаем восемь не работает механизм регулировки положения сидения водителя все уже катаетесь сидели на машинке сидение водителя вперед-назад вверх вот с помощью этой регулировки сидения прямое правильное положение за рулем если этот механизм не работает вы будете сидеть неудобно ноги либо вытянуты либо согнуты коленки параллель либо грудь положить на на руке это не должно быть 9 не работает механизм обогрева и обдува всех машин здесь обдув это вентилятор занять горячий лиготок или либо холодный еще все погреет это когда в стекле на заднем особенности там внутри стекла есть такая проволочка да которая подается напряжение топ он греется и и и и и это должно работать если это есть должно работать вот только допускается не странность Абдул Азеркал заднего вида справа если у вас есть такой хорошо конечно но если сломалось ничего страшного вот скажи Ульяна ты же у меня тыкнил ты молодец вот ты смотрел уже эту 26 главу не имею ввиду на компьютере не щелкал ни разу вообще так Оля я тоже еще пятый начал Миша ну вы понятно вообще никто не смотрел ну вы обалделили на самом деле вы должны были прийти до мотом день и отдать этому полчаса и все я тогда запомнил а ну да ладно 10 нарушена герметичная система виталия я повторяю у вас есть бензин ну допустим топливо в вашем автомобиле оно очень легко воспламенять загорается и срывается вдруг оно где-то не герметичный значит где-то дырочка есть в этой системе капает и оно может загореться попав на когда горячей гитаре двигаться это очень страшно на самом деле ну это конец машину уже не спасете ну еще не дай бог сами уже загорнетесь все 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 другое дело действительно как узнать что в Китае вас оготавливает или нет по запаху возле запаха вы услышали в машине запах ну лучше остановитесь посмотрите там спросите запах бензина я говорю слышно ну а если уж под машиной лужа остановились пошли в магазин я всегда в машине стерили всегда всегда наполняешься смотрю есть компонент милочка и так я значит спас свою машину я ходил по камням пробил двигатель масло двигатель хорошо я остановился и пошел в аптеку в машину выхожу я только обычно раз потому что надо на лужу я думаю машина тесно датчик показывает что масло не будет все то есть ну освощили меня говорили дали новые поехали а как бы проехал без масла когда у вас нет масла то на панели загорается это маслёнка 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 красненькая значит у вас или мало масла или совсем без масла ну это из бензина не только с ней едете не страшно отсутствие масла двигателя просто сгорит двигатель и все отстремляет масло помогает вещество вещество в дереве дальше итак нарушена герметичность системы питания питание это не колбаса а бензин не многие спрашивают что такое питание раз десять меня спросили что такое питание у машины ну ребята ну блин я понимаю можно не знать принцип действия синтрофалатрона и историю но машина же тоже кушает что она ест ну не картошку ну не че ну не позорь не работает стеклоомыватель мы нажимаем на кнопку что там у нас есть игрушечка такая дорогая и на стекла брызгает водичка либо не замерзает там где можно а то есть стеклоомыватель если он не работает нельзя участвовать в дороге можно только ехать на его не путайте стеклоомыватель со стеклоочистителем цеплоочистителем цеплоочистителем это счет это боль не надо не работает цепное устройство при движении без прицепа допустим вы двигаетесь с прицепом почувствовали что у вас сломалось ли у леди или поля цепное устройство отцепили прицеп и думаете ну я без прицепа а нет может быть случится страшное цепное устройство состоит из двух частей Часть прицепа, часть на автомобиль. Автомобиль это крюк, называется парковный. Ну, если нам денег это с одностроить, ну ладно. Все, если англ этот крюк болтается, сейчас это дорожное движение нельзя. Даже если вообще никогда не собираетесь подсказать крюк. Можно с этим крюком поломать на ремонт. 13. Значительное повреждение кожи. 14. Ржавчина, вмятины, дырки, либо отсутствие каких-то элементов, как барбера, крыла, крышки багажника или капота. 14. Ржавая машина. Сейчас это дорожное движение. Есть еще такой промежи, как незначительное движение. Можно с карапки на киеве. Поломать на киеве. 14. Отсутствует гайка или две крепления колеса. Про три гайки, которые отсутствуют, разговоры вообще нет. Это значит, что мы вообще без колеса. Многие спрашивают, а можно или нельзя? Ну, при отсутствии трех гайки. 15. А можно без двух ног ходить? 16. А можно без двух ног ходить? 16. Только при отсутствии одной или двух гайки можно двигаться на ремонт. 16. Отсутствует три и более. 16. Не работает стеклоочистители при отсутствии осадки. 16. Стеклоочистители – это сборники. 17. И они у вас не работают. 17. Но осадков нет. 17. Вроде бы, ну и катайся на заражении. 18. Нельзя. 18. При отсутствии работающих сборников можно летать только на демонт. 18. Включи фаворитов, это я по крайней праву, не встречаю. 18. Нет ремня безопасности, предусмотренного как струкции. 19. В паспорте написано «У вас пять лет». 19. Пять ремней безопасности. 19. Строичник посмотрел ли на всех осмотров? 20. Проверяется, работает или нет. 21. Редко, но бывает. 21. Бывает, вот у меня ноги не работают. 21. Не работают. 21. Ну, как проверяют? 21. Дергаешь за него, он стопорит. 21. Пробовали, да? 21. Ну, вот. 22. У вас пять кресел, пять ремней. 22. На техосмотре было, то говорим, я нет. 23. Либо не работают. 24. Участвовать в дорожном движении нельзя. 24. На ремонт. 25. Нет грязи защитного фарка. 25. Бразгорит. 26. Видите, под колесами такие, да, резиновые. 26. Бразгорит. 27. Которые, в принципе, защищают транспортные средства другие от брызг грязи, ну и ваша зеркалация. 27. Попробуйте оторваться от грязи защитного фарка. 28. Бразгорит. 28. Все будет обрязано полностью. 29. Не зеркала будет, не зеркала будет, не зеркала будет. 29. Нельзя. 29. Если вам написано так, то у вас четыре бразгоритка, да? 30. Одно будет чисто, одно установлено, то есть можно уйти. 30. Растрескивание от старения резины. 30. Обнажом фарка. 30. Вот резина. 30. Я повторяю, вы можете купить новую машину, абсолютно не участвуются вообще в движении. 30. Но если она на слайде пробежала 3-4-5 лет, то не можно убрать. 30. Потому что он состарен, потерял свои свойства летания. 31. Отстарение расслеживания. 31. Дальше мы сойдем к нему говорить. 32. Внутри этой резины есть корот. 32. Или проволоки, которая расположена радиально, либо диагонально. 33. Так вот, кто-то доедет, может, за котетку. 33. Обнаживаться. Понимаешь, Наташа? 33. На ню называть. Нельзя. 34. И дальше. Истек срок периодического свидетельства баллонов на газобаллонах. 34. Ваша машинка, топливо, газ. 35. У нас действительно сложно будет оборудование. 35. И оно каждый год проверяется отдельно на газовых станках. 36. Не дается бумажка, не дается аспидиция. 36. Нормально. Все правильно. 36. Естественно, там есть срок. 36. На борт, на борт, на борт. И когда вы пойдете на техосмотр, 36. Вы тут правочку, если вы здесь не представляете. 36. Вот вы ездили, ездили, посмотрели, опа, истет срок. 36. Только на ремонт. Ну, то есть на станцию. 22. Не горят. И отсутствуют фары. И задние габаритные, не в темное время суток, на освещенных участках дороги. 36. Либо при недостаточных людей. 36. Вы едете в городе Минске, где улицы все священы. 37. Вдом, внезапно у вас сгаснет все. 37. Вы боитесь эйфар. 38. Ну, такое бывает. 38. Все. 38. Ну, через автошколю, в лучшей школе все это. 39. Дорога засвящена. 39. Вы знаете, что дорога засвящена. 39. Вы включены в аренду и потихонечку даем за дом. 39. Можно. 39. А в полной темноте, ну, до пятей, за меньшее время. 39. Что тоже логично. 39. Нито не видит. И вы ничего не видите. 39. Так. Дальше. 39. Даштай была здесь в компьютере. 39. Мы очень быстро говорили. 39. Хотя, я хочу сразу сказать, предупредить, 40. В принципе, это очень легкие готовы. 40. Если несколько раз прочитать вот эту бумажку, 40. То тренироваться минут 10. И все. 40. Тот, кто сдал пятый зачет, 40. Оно в каких метрах, наверное, да? 40. Есть. 40. Коломена Ульяна сдала пятый зачет. 41. И сегодня сдаст допуск шестого. 41. И у нее все прекрасно. 41. Ульяна, вот я таких обожествляю людей. 41. Давай пришел в школу учиться. 41. Отчество его, да, по-моему? 41. Не, ты с кем-то приходил. 41. Не, ну, как-то выясняют там финансовый вопрос. 41. Ну, неважно. 41. Вот она пришла, и видно было, что человек хочет учиться. 41. Она будет учиться. 41. На Настю смотри. 41. На Настя смотри. 41. Она тоже бы училась, если бы не была так занята. 41. Правильно же, да? 41. Наверное. 41. Ну, наверное, точно. 41. Блин, что ж ты тогда не рассчитала время? 41. Не сразу такой, что было бы. 41. Так думала же, что может быть. 42. Чтобы позже все было бы нормально. 41. Все уже было бы. 42. Ладно. 42. Так вот, я говорю, кто сдал 5-й зачет, в принципе, все. 42. Правила дорожного движения уже у него позади. 42. Остальное идет. Ну, и допуски ему. 43. Ну, просто контролировать. 43. Контрольного. 43. Потом все дальше идет. 43. Технические. 44. Потом вот правовые основы дороги. 44. Безопасные. 44. Медицина у вас еще не была, да? 44. Ну, вот. 44. Там уже легко. 44. Ну, вот эти 5 зачета-то сложно. 45. Не спорят. 44. Ну, вот этот парень пришел сегодня. 43 года назад учился. 44. Ну, в мую неделю решила, и плохо. 45. Ну, он пришел с останавливаться. 45. Ну, опять учился. 45. Ну, он говорит, у меня еще помнил 3 года-го? 45. Ну, он говорит, помню. 41. Был один вид. 42. Было всего лишь 2000 вопросов. 45. Совсем по-другому все было. 44. Ну, усложнилось все на 200%. 44. Ну, он с blameitant порассказывается по-другому. 45. Ну, вот, да блин, как вам. 44. Ну, блин. 45. Ну, господи. 45. Ну, господи. 45. Ну, все очень сложно. И так, нельзя участвовать в дорожном движении, а транспортно-серкция в конструкции технической системе, которая не соответствует определенным требованиям. Ну, например, без регистрационных знаков, которые должны стоять в предусмотренных местах. И для участвовать даже без регистрационных знаков. И машинку сразу же застартовали, а потом пошли зарегистрироваться. Дальше. Все основные узлы, детали автомобиля всегда под номерами. Нельзя с одной машины взять и поставить на другую. Невозможно. Двигательный. Ну, точнее, все горит. Только так. А ровно, немного. Под номерами, чтобы не вырывались или так далее. Открываете капот, там вот такая таблица. Она тоже должна быть чистенькая, не поцарапанная, без видоизменений. Все номера, все должно быть чистым. Красивым. И вся таблица. Она алюминиевая, я вам говорил, да? Она сгнила. То есть, автомобиль сгнила, а табличка сгнила. В республике Беларусь запрещены. Кроме тех автомобилей, которые уже были зарегистрированы до 10 августа 2002 года. И еще были младенцы. На цену, да? На цену, да? На цену, да? Закрепили право идти. Но, возможно, были зарегистрированы до этого времени. Значит, они остаются катались. А вот и до 10 августа 2002 года. Дальше. Как вы понимаете, каждый автомобиль имеет свои определенные габариты. Размер. Машиню, машиню и длиннюю. Так вот. И окраску. От рождения не имеет вот этого. Так вот, это вообще менять нельзя. Весовые качества его нельзя. Если он рассчитан на столько килограмм, перевозка его, значит, столько можно. Но, ну так, для образования. Все-таки вы решили машину перекрасить, переделать, изменить, повышнить, ушурить. Так как. Вы можете это сделать. Но только при согласовании с горительством, с железем. То есть, эта работа делается в специальности предприятия. Подручить лицензию надо. А так ничего иметь нельзя, конечно. Ну, если вы меняете это сделать, ну, если это с синего огонька, у вас быть не может. Только сразу же. Автомобиль любой в мире, автомобиль должен быть зарегистрирован. Регистрация подразумевает вручение вам свидетельства регистрации терпастора и номеров регистрационных два, которые сзади, перед ним. Нельзя участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, не прошедшего в установленном порядке технический отмом. Друзья, как раз, и проверяются не самые силовые. И в автомобиле. Выдаются бумажечки. Один из них сертификат. Вы тебе покажите, что это будет. А второй. Вы можете прицелить на охоту. И там, и там можно посмотреть дату следующего техосмота. Повторимся. Это рабочая тормозная система. Вот видите, я здесь живу. Вот это тормозная жизнь. Вот, кстати, по поводу жидкости. Тормозная жидкость, она или желтая, или красная. Из разных цветов. Цветная. У вас есть вопрос. Можно ли использовать другую тормозную жидкость, предусмотренную заводом изготовителем? Можно. Их нельзя смешивать. Красный, желтый, никакого цвета нельзя смешивать. Можно. Вот, допустим, завод изготовительства. Желтого цвета. Но можно и красный. Но только то нужно выкачать, там, в полный суток. У меня не добавляют. Их такой вопрос не поспорил. Вообще-то это нужно, кстати, вопрос. Но опять же вы же не хотите этим заниматься самим. Правда же? Ситуалисты думают, что у меня жидкость добавляют жидкость. Поэтому у меня вопрос нет. Смешивать нельзя жидкость, а поменять можно. Цвета можно поменять. Это руль. Он должен работать исключительно. Это, кстати, тормоза. Сломался по каким-то штабам в нем? Тут маленький жидкость. Но смотрите, как и дальнейшее движение. Вот это сытное устройство. Если вы двигаетесь в составе с прицепом, если не что-то случилось, посмотрите, как и дальнейшее движение. Вот хороший штаб. Сложно от достаточного устройства. Вот его часть на прицепе, а вот часть на машине. Старков. Дальше. Это пары. Брендентальный свет. Это габариты. Тут габариты есть. Попадми и поворот. Правильно же, да? Здесь три фонарика. Даже четыре. Смотри. Габарит. Задний ход. Поворот. Стопадми. Классно. Хотя стопадми и габарит могут быть в одном фонарике. Там два лампочка с двумя этими. Плюсами на камере. Когда включают габаритики, одна из них забирают. Когда нажимаете на тормоз, вторая из них забирают. Хочется всего так. Ну, бывает отдельно. Так вот они не работают. Либо отсутствуют украденную власть. Но тогда запрещается участие в дороге. Когда? В темное время суток. Недостаточная видимость. На неосвещенных дорогах ничего нет в фонарике. С неисправными стеклоочистителями во время выпадения сахара. Это можно. Нельзя участвовать категорически. Нельзя остановиться. Дальше. Вы можете затемнять свои окна. К сожалению, не просто можете. Окна могут быть затемнены. Солон. Но повторяю. При этом нельзя использовать пленку кофейного цвета. Раньше, я помню, мои детки. Были нормальные. Все об этом делают. Сейчас, внимание. Сейчас строго. Никаких пленок на стекло не должно быть. Ну, то есть, он затемняется только в заводских условиях. Ну, где-то заказывает. Все. Но. Есть условия. Если света пропускается менее 50%. Карта дороже не будет. Нет. Вот. Света-то 100%. Да? Вы украли. И вы украли. Солон. 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 Вы решаете украсть. Если умение пропускается 70%, то нельзя участвовать в дороже. Они не проверяют. Сейчас строго будут затемнены. Когда будете зарегистрироваться автомобиль, они за это нахожусь. Здесь. Ну, а как ли? Поехал со светлым стеклом. Ну, прозрачным, да? Выехал, пришел домой, заменил нам на электрелку. Поэтому дороги тоже могут проверить. Дальше. Что вы можете нарисовать на автомобиле? Ничего. Ничего нельзя. Кстати, шуток там все прочее. Можно только рекламу и информацию. О чем? По предприятию. Государственному либо по частному. Какая реклама? Название, телефон, адрес, логотип. Ну никакой не будет. Ну то есть информация. Ее можно сколько угодно. Ну обычно стараются минимум ее, но запоминаю, и машина будет расписана в институте. Поэтому телефон, название и услуги. Вот это. И слушайте дальше. Если вы решили возить на своей машине супер патриотическую надпись, я белорус, мы мирные люди, вам саки и косы. Ради Бога идете в гори и говорите, я патриот. Я хочу рекламировать свою страну. Пишите заявление. Видите, чего? Как? Пожалуйста. Если разрешат, не скажу. Но только с разрешения гонить. Почему вы получили, что такая заказательная, в 2002, и 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 в 2002. Ну, вы же с вами тоже пойти и наклеить свою машину и ели. Ну, это вновь, я говорю, что все обалделство. Ну, я могу и есть, если меня могут не остановить, не давить. Мы говорим, как должно быть идти вещество? Ничего. Промер рекламы и информации о предприятии частном, либо о частном комплексе. Всё. Итак, все транспортные средства, конечно же, должны быть под номерами. И за это они должны быть в предусмотренных местах. Все транспортные средства, включая, в том числе, и рецепты. И они должны быть установлены в образце. Понятно? Так. Ну, учебные автомобили, естественно, должны быть оборудованы. Дополнительные зеркала, педали, и так далее. Велосипед должен быть правильным. Руковый сигнал должен быть на него. Зеркало заднего винта. Это хочется. Все должно быть расположено. Дальше. Значок номер 6 входит в приложение номер 5. Это... Если кто не запомнит... Вот оно. Вот это приложение номер 5. Называется это приложение «Опознавательные знаки транспортных средств». То есть, есть машинки, в которых обязательно должен быть какой-то знак. В связи с чем-то связанным. Пожалуйста. Первое. Знак «Опознавательный». В виде трех оранжевых организмов наружу. Если вы их видите горящими, значит, автомобильный руколесный трактор двух сил и пять. Это все. Дальше. Это вот. Что вы знаете о нем? Транспорт. Давайте шипованычки и гвозите, да? Естественно, у такого автомобиля со шиповными шинами тормозной путь будет короче, чем у вас. Без этих шипов. Значит, от этого машинки нужно держаться подальше. Потому знаки увешивается сзади в любом месте. Понятно. Тормозной путь – это путь пройденного автомобиля. С момента нажатия на педаль тормоза, то полная остановка. Рекомендую вам не устанавливать колеса с шипами. Без смысл. Просто хорошую нормальную резину. Минусов два. Шумит очень сильно. И второе, что немаловажно – бензин. На 15-20% расслуживается больше. А коэффициент ТПД вернее. Ну, если вы, конечно, не ездите к теме по полям, по лесу. Там может быть так. А в городе беседу. Сзади в любом месте. Дальше – знак. Опознавательный знак учебного транспортного средства. Нас интересует только учебный автомобиль. Этот знак – уроды, убийцы. На легковом автомобиле устанавливается на крыше. Единственное транспортное средство – на крыше. У всех остальных сзади впереди в любом месте. Легкового – на крыше. Он должен быть светящимся и двусторонним. То есть двусторонним. То есть двусторонним. То есть двусторонним. То есть двусторонним. Опознавательный знак – ограничение скорости. Устанавливается на следующих автомобилях. Первое. Устанавливается сзади, слева. Это вы, чайники, тупики, чили бог или я, вы получили в этих скоростях. Раз. Второе. Транспортное средство, перевозящее опасный груз. Тяжеловесный груз. Либо крупногабаритный. И последнее. Знак ограничения скорости. Устанавливается, как вам непонятно, не может, но отказать. На транспортное средство. Которое по техническим характеристикам не может развить скорость, которую мог бы на данной дороге. Например, вот этот кран. Он, как по паспорту, развивает скорость не более 60. Ему больше и не надо. А выезжая на данную дорогу, мог бы ехать в 90. А не может, но не может, не позволяет его техническая характеристика. Тогда в зале, слева, какой-то знак. Их с ним опять. Хочется, но не может. Дальше. Этот знак. Видите, да? Перевозка электричества становится только на автобусе. Если вы установите его при перевозке электричества в автомобиль, это будет другое нарушение правильности. На автомобиле движешься в колонии. Тихофонные транспортные средства, развивающие скорость не более 30 км в час. Ну и тут есть маленькая такая. У вас будет вопрос. На каких транспортных средствах не устанавливаются оранжевые маячки? На техофонные. На каких транспортных средствах при движении не включается ближний свет пары? Даже темные винасы. На техофонных. В основных них нет. Что такое вопрос? Не, ну я уже говорил. Смешной вопрос. Не, не смешной. Не нужная вопрос абсолютно. Итак, запомните. Есть транспортные средства, которые развивают скорость маленькую. До 30 км в час. Меньше. Они называются тихофоны. И они сзади должны возить вот такой знак. И на них никогда не устанавливаются оранжевые маячки. И не включается ближний свет пары. И что-то у него нет. Ладно. Единственный знак. Ну, во-первых. Знак говорит о том, кто автомобиль за регистрирует. Он в республике Белару. Единственный знак, который устанавливается сзади, но справа. И еще там парочку по собственно связываем. Если уже на знаке есть билай, или билай, или билай, то уже он не нужен. Но если он остался, или мы решили еще один приклеить, это будет не нужно. То есть можно с двумя знаками. Нормально. Дальше. Клубногабаритный груз. Единственный четыре. Нужно. Это будет. Опознавательный знак. И управляем его водителями и водителями. Вот так. Глаза есть. Упорт. 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 Значит, перебив в любом месте. Следующий знак. Транспортное средство большой длины. Вы будете его путать с этим знаками. Транспортное средство большой длины. Поэтому я всегда здесь пою. Длинные. Долые. Длинные. Долые. Вот одновременно. Длинные. Долые. 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 Не больше 30 километров сейчас. Зали. Неличко оранжевого нет. И ниже не парни. Долые. 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 Длинные. Из-за знака, которых устанавливаться по желанию водителя. Инвалид. Первый, второй, третий год. Проблема у неопорно-двигательного аппарата. Вот он ларин. Ну и машинки сами ларин управляют, либо его переводят. Это не значит. Дальше. Этот знак устанавливается на машинке, которая управляет. То есть, знак называется «За рулем брать» или «Врач за рулем». Запомните, что эти два знака кожи вами. Дальше. Ну вот, единственное, что я не могу вам показать, это какие-то световозвращающие ленты полосы красного и белого цвета. Есть какие-то ленты. Вот ленты. Ген, правда. Не те, которые в косичке заклетаются, а клейки, глипучки. Ну, со световозвращающими элементами. Когда клеится белое на банке впереди, красное сзади. Не видно никогда. Желтое видно на данной иголочной горячей. Вот такие. Такие видно. Но они не на всех машинках разрешаются. Покажут габариты транспортного сзади. Но про них и вопроса нет. А вот проклейку на какую-то ленту, белого впереди, красного сзади, на банке, не видно никогда. Это буксировка. 4-6 метров. И при буксировке должно быть нам напоминать не меньше, не менее двух щитков вашего. Дальше, дальше нет. А вот это будет. Вопрос в том, что это будет. 1 декабря по 1 марта включительно. Это длинная зима. Но в ваших машинках должна быть зимняя или зима. Зимняя или зима. Зима должна быть. Не рекомендуется, а должна быть. Поворачиваем. И закончим сегодня с 6-7 зачетом. С 7-й. Итак, приложение номер 7. Теперь условия, при которых запрещается участие в дорожном движении. Они там перекликаются с неисправности. На самом деле. Продолжение следует. Условия. Есть условия с неисправностью, но не перекликаются. Очень сюда. Близко очень. Которые запрещают участие в дорожном движении. Ну и возвращаемся мы снова к тормозным системам. Напоминаю, в вашей машине две тормозные системы. Одна из них называется рабочая тормозная система. Которую вы задействуете, нажимая на петаль, на средний и на петаль правой ногой. Когда вы на нее нажимаете, вы блокируете все четыре колеса. Блокируете, значит останавливаете вращение. Нажали, кажется, чик, остановились и остановились вверх. А мы сейчас поговорим о стояночной термозной системе. Которую вы задействуете, поднимаете вот эту ночь. Когда вы поднимаете эти ночь, вы блокируете всего лишь два колеса. Задних. Заблокируем и пошли в магазин. И покупали. Скоро жилеток. Дорога не скупила уже. Второе мая. Разобирать. Но рабочий, простите, свяночная термозная система должна быть в исправном состоянии. Вы должны знать параметры исправности этого ручника. Ну, мы уже говорили про ручку, да? Мы поднимаем ручку. Вверх. Она падает. Поднимаем, падает. Все. У вас нет ручника. Может, это что-то на ремонт. Это понятно. Это неисправность. А вот условия еще есть. Для чего нам там стояночный трон? Для того, чтобы он автомобиль оставался неподвижным, то видно, когда вы гуляете. Правильно же, да? А если вы остановились на углоде или панкёны, есть опасность того, что машинка поедет. Вы гляните куда-нибудь в интернете. Ну, прям, как напишите. Движение с ручника. Там столько всего, а там просто обалдеть. Машинка стоит, ну, там камеру снимает, и поехал вот так. Сняла вся проблема. Хорошо не убила. Поэтому, ну, на самом деле, жизнь дамажна. Так вот. Значит, есть какие-то уклоны, стоя на которых, задяясь на которых в ночничке водитель, твоя машинка не должна двигаться. Даша, я тебе сейчас грохну, будешь спать. Чуть-чуть захрапела. Слышали храп, нет? Может, если ты в колонну чуть не упала. Где-то была ночь. У кого? Вопрос. Дома. А то? А где была Даша? Дома. Понятно. Я даже знаю, у кого. И так, смотрите. Ну, конечно, если машинка стоит на ровном месте, она не боится. Ну, нет, может от ветра. Или кто-то, хнули, ручьи и танец. Да, в принципе, может. Даже так, когда она на подъеме, либо она пустит. Так вот, есть норма. Для всех грузовиков и грузовиков, для всех транспортных средств есть такая норма. Углон 16%. Вот машинка. Стоит на уклоне 16%. Все транспортные средства Республики Белоруссии. На уклоне 16%. При полной нагрузке должны оставаться неподвижными. Когда мы используем стояночный трактор. Полная нагрузка. Полная нагрузка. Все грузовики, легковые автобусы, трактора, все с полной нагрузкой должны оставаться неподвижными, используя стояночный трактор, с науклоне 16%. Полная нагрузка это сама машинка. Груз максимальный, которым она убьет на борт, пассажиры и военные. Вот это помни, это для всех. Но так как у нас категория В, поэтому рассматриваем легковой автомобиль. Легковой автомобиль, ну, в углоне, в объеме, не важно, 23%, должен оставаться неподвижным. Но, наряженные массы, наряженное состояние. Что такое снаряженное состояние, никто же не помнит, но резко нет. Это заправленное транспортное средство, готовое к эксплуатации. И, какого-то умеет, повторяю, использование стояночного тормоза, в наряженном состоянии, но более 23% должен оставаться неподвижным. У нас здесь все написано, просто я вам визуально рисую, вы можете запомнить так очень. Ну, и остался маленький грузовичок. Горьим, у него 30, сколько там? 1. 31%. И этот грузовичок тоже должен оставаться неподвижным, в наряженном состоянии. Наряженный. То есть заправленный, готовый к эксплуатации. СЕ, полная нагрузка, категория В, 23, 31. Соответственно, легковой и маленький грузовичок. Что написано? Это закон. Что-то непонятно, а что-то непонятно, а что-то непонятно. Дальше. Следующий пунктик условия 2. Кумарный люфт в другом управлении не должен превышать следующее. Тут полюфт, я же цель. Во-первых, с какого языка пришло слово, кто знает? В немецкий. Ну, значит, в немецкого, а русский. Воздух. А ветра. В немецкий. Влево. Верско-леса передняя, а не зато ведущие, должны повернуться на 5 градусов влево. Право вращаете от оси вертикальной на 5 градусов. Они тоже должны повернуться на 5 градусов. Но бывает так. Ввиду вашего отношения к автомобилю плохого, и в отсталость. Изнашиваются определенные детали в рулевом управлении. И вы вращаете руль, а колеса остаются на месте. Есть норма, конечно. Желательно, чтобы все идеально. На градусе повернули роль, на градусе повернулись колеса. Так должно быть. Но допускается. Допускается люфт, так называемый. Вот ваш руль. 5 градусов влево, 5 градусов вправо, и получается 10 градусов. 10 градусов вы можете толчить острый. Это называется острый. Вы острый только толчете. Вы же вольтолонный фикс. Понятно. Даша, эй! Сколажет! Куда ты смотришь? Вы понимаете, нет? Что такое люфт? Часто говорят, люфтит, значит, вот этот зазор какой-то. Понимаете? Он неприятный для автомобилей. Но, тем не менее, вот 10 градусов для легкового автомобиля запускается. А также для грузовых и автобусов на базе легкового. Тоже запускается 10 градусов. Объясняю. Хочу объяснять. Я могу вам показать какую-нибудь сетра-энтам, пежори-москвич. Который легковой, но сзади такая будочка. Который возит сметану, трусы, там, все против, помогает. Видели, да? Какие-то маленькие грузоветеры. Но на самом деле, это он сделан на базе легкового. Брали багажник, убрали сзади сидения и сделали грузов. И там автомобиль, перейдемный грузоветер. Тоже 10 градусов. Не в автобусе бывают, не в автобусе, да? Тоже был легковой. Настроили грузов. Легче сделали заводом. Мы в советское время были рафиками. База была легковой Волги, но была пункт-рапорта. База, техническая база, основа автомобиля легковой. Но переводят людей и в груз. Значит, там тоже допускается 10 градусов. Здесь, почему слово легковой. На базе легкового. На базе, не на базе, где-то база, там, плоды, там, двери, там, не, не там. Она, она база, основа техническая, конструктивная. Нет, просто мы вас спрашиваем. Я так и не понимаю, что значит на базе легкового. Вот песня. Вы хоть понимаете, чем это? Ну, то есть вот взяли женщину, да, и переделали ее в мужчину. Но на базе, да, женщина же, понимаете, база, женская. Ну, там какие-то детали, где-то, 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 я-то, я-то, я не знаю. Ну, основа-то у него была женская. Ну, вот так. А? Ну, видите, как их, ну, как их, которые свистят в транспорте. Рассвистит. Были мужчины и стали жениться. Никто в Фриланде не был. Никто не был. Ну, я там просто вынужден был и работал. Это было раньше, когда что-то никто не ездил. Ну, начали ездить. Там было, я говорю, а что такое? Там этот парад рассвистит. Тогда еще ездить только на эту хрень. Это бред. Это полный бред. Как мне это можно любоваться? Ну да, там красочно. Губы там, да. Поедут в Фриланс, чтобы посмотреть на переделанных людей. Тратят столько денег. Ну да, там они на хокодилах катаются. На хокодилах. Тудру их. Тудру их. Слонли там. Кормить отезьян. Не знаю. Не интересно. Ну так, ладно. Понятненько. Но потом остаются другие. Про легковые разобрались. А теперь просто грузовики и автобусы. Не допускается. У автобусов 20. Да? А у грузовиков у всех 25 градусов. Градусы. На запорку в цифрике. Но для того, чтобы запорку, нужно понять, а что греть. Понимаете? Грузовики. Грузовики. Надеюсь, вы поняли. Когда крутишь колесо волевое, а колеса передние следят на них. Три. На транспортных средствах, снятых с производства, запускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. Ну тут совсем просто. У вас дома старая машина. Какая-нибудь Бабьера там. 56-го года. И ваше детство или вы сами решили ее реставрировать. Ну ее с этим делом. Красиво. Но при движении однажды выглядело. Разбились стекла, панели, пары. Машина не выпускается. Виталий к ним не выпускается. Где вы возили? На Мазаре, в магазине пошли, нашли. Похожую. Поставили и поехали. Нормально. А от других марок и моделей? Но только те, которые сняты с производства. Я не могу сейчас на свою машину поставить другую, мне понравится. Пару не могу. Дальше. Четыре. Смешной вопрос. Запрещается наличие внутри оптических элементов, непредусмотренное конструкцией предметов и жителей. Ну то есть у вас есть фанер. Вот посмотрите, машинки стоят, у них фары впереди. А левая, правая, только прям блоками. Там емкий лампочка дальний свет. Лишний поворот там. Противанки могут быть там. Дневные ходовые, где-то можно приступать. И вот не допускается внутри этого прибора, предметы какие-то, либо жители. Но это все понятно. Дождь. Где-то дырочек, туда попала вода, туда полностью провода, открыло, все взорвалось и загорелось. Вот почему. А вот предметы там, видите, да? Предметы. Все предметы могут быть там. Ангельские глазки. Ставят такие специальные. Ну да, бывает, что сами туда что-то ищут, но это не должно. Ну вот часто бывает, вот мне было пару раз в свежиме. Там же есть внутри световозвращатели, ну рассеиватели, свет. Они там сложные достаточно, да? Презорвленные, все. И вот от тряски, от вибрации, они ломаются, трескаются там. Ну все-таки там валяются. Ну нужно фаром удастся, чтобы ничего не было. Ну то есть внутри прибора фактически не должно быть никаких предметов, ничего лишнего. Вы же. Пять. Еще более забавный вопрос. Частота перемещения, запрещается участие в дорожном режиме, в красном процессе, у которых частота перемещения щеток, то есть дворником, то есть свердочисткой, по мокрому лобовому осеньку в режиме максимальной скорости менее 35-ти двойных ходов в минуту. Больше можно, меньше нет. Объясняю. У вас есть дворник, вы их включаете. Иногда они работают с паузой, да? Очистили стекло, вернулись 5-10 секунд, а сколько там устроили его, да? Молчат. Потом опять раз, пять, пять. Потом есть первая скорость. Метная. Потом вторая. Быстрее. И третья. Быстрее. Это называется максимальная скорость. И это туда и сюда называется ход. Двойной ход. Сюда и обратно. Двойной ход. Так вот, их в минуту должно быть на максимальной скорости. Не менее 35-ти. Раз. Два. Три. Не менее 35-ти. Но это касается только передних счетов. На заднем стекле. То есть у вас есть дворник, он просто должен работать. с какой скоростью вы там будете чистить в нашей ситуации, неважно. Для беременности. Именно в беременности. Я, ну, так приконно, я в трудном представлять такую вещь. Субтитры сделал DimaTorzok